Приветствую вас, в прямом эфире. Сегодня у нас третий день, когда мы говорим с вами на тему, как говорит Бог. Сейчас я попробую повторить те мысли, которые у меня были, соберусь. Как говорить, как слышать, как понимать Бога? Почему люди не всегда понимают Бога? Почему люди не всегда осознают, где Бог? Почему люди не всегда... Почему мы иногда слышим, но не понимаем, о чем он говорит? Чтобы нам понять, о чем он говорит, нам необходимо иметь его слова. Если вы хотите говорить на английском языке, вам нужно выучить английские слова. Вам нужно начать говорить английский. Ну, понимать, во-первых. Ты смотришь на стол и ты понимаешь, что это не стол теперь, это table. Ты смотришь на окно и понимаешь, что это не окно, а это window. И когда ты хочешь понять чью-то речь замысловатую, тебе нужно знать слова. Тебе нужно знать слово. И вчера мы рассуждали с вами, хотите понять Бога, вам нужно знать слово. Хотите понять Бога, вам нужно знать слово. Знаете, когда это слово проникает в наше сердце, когда это слово становится частью нашей жизни, когда это слово приходит к нам, оно меняет радикально нас. Оно меняет радикально нашу внутренность, оно меняет нас. И мы начинаем... У нас появляется способность слышать и понимать Бога. Хотите говорить и хотите слышать Бога, все начинается со слова. Это мы вчера положили основание. И со мной сегодня в гостях, как и вчера, дорогой мой друг, пастор Бадим Мартынов. Здравствуй, дорогой. Поздоровайся с нашим народом. Приветствую, дорогие телезрители, огромных благословений, мира. И радостно также присоединиться к этому замечательному общению. Я верю, что это будет очень хорошее и ценное время для нас. И мы продолжаем эту тему, как говорит Бог и как нам слышать Бога. И я думаю, что каждый из нас мы замечали, что по мере нашего возрастания в Господе мы можем по-разному слышать и по-разному реагировать на голос Божий. Что ты имеешь в виду по-разному слышишь? Как это понять? Писание говорит, когда мы были младенцы, по-младенческим мы размышляли. Знаешь, у меня есть двое детей и моему сыну десять лет и моей дочке три года. И я с ними разговариваю, но я разговариваю с ними по-разному. Ага. И это тоже один из, на мой взгляд, такой интересный момент. Почему-то когда малыша видишь, хочется с ним говорить… Да, да, когда ты меняешься в своей речи, в своем отношении. А когда ты уже видишь более взрослого человека, ты уже по-другому с ним разговариваешь. С подростком ты разговариваешь по-другому, со взрослым человеком ты разговариваешь по-другому. И, следовательно, и реакция, и ребенка, и уже взрослого человека должна быть другой и должна быть различной. Писание говорит, судя по времени, вам уже надлежит быть учителями. Да. Другими словами, прошло достаточно времени, чтобы вы уже перешли на новый уровень восприятия Бога и отношений с Богом. На новый уровень духовного роста, давайте так скажем. Поэтому Бог ожидает у нас возрастания. Помнишь, что о воле Божьей сказано? Она какая у нас, воля Божья? Благая, совершенная, угодная и совершенная. Вот, смотри, благая – это начинается вот это улюлю. Да. Угодная – это когда ты учишься. И совершенная, когда ты хочешь совершенной воли. Я бы хотел сейчас… Послушайте меня, дорогие мои. Вот мы сейчас с Вадимом Пастором рассуждаем. Благая воля – это когда ты, как младенец, ищешь ответы у Бога. Ты приходишь и говоришь, Боже, 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 помоги, помоги, Господи, дай подарок, дай дар. И хочет ли Бог, чтобы нам было хорошо? Конечно, Он хочет. Он хочет, чтобы у нас все было хорошо. Он хочет, чтобы у нас было и с деньгами хорошо, и с здоровьем, и во всем было хорошо. Бог хочет нам блага. Бог хочет нам дать, чтобы все было супер, классно, аллилуйя. Теперь второй вопрос. Что такое угодная? Угодная – это как бы стадия, когда ты переходишь… Или уровень отношений, когда ты переходишь в зону угождения. Когда ты переходишь в зону угождать Бога. Или школярство, или ученичество. Когда ты приходишь и воля Божья, которая угождает ему. Благая – это когда чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А угодная – это когда мы говорим с вами о… О, кофе пришел замечательно. Когда мы с вами говорим о том, что нужно угождать. Совершенная – это когда ты ходишь в партнерстве с Богом. Ну вот три разных уровня. Да, и мы проходим каждый через все эти уровни. И это нормально, когда мы проходим через уровень детства, когда мы пребываем в этом состоянии, когда мы испытываем эту потребность и ожидаем, что эта потребность будет восполняться. Это допустимый такой процесс. Но нежелательно в этом процессе постоянно оставаться. Потому что есть… В этом сезоне. В этом сезоне, да. В этом возрасте. Это болезнь. Если человек вырос, а ум его остался в младенчестве – это болезнь. Очень серьезная болезнь. И я видел ситуацию, когда люди вроде телом взрослые, а умом дети. И это ненормально. Это странно. Когда человек не растет умом или внутренним миром. То есть нет у него роста. Поэтому… А растем мы через Слово Божие опять? Однозначно. Через молитву, через Слово Божие, через общение, через взаимоотношения. «Питаясь чистым словесным молоком, от которого мы возрастаем во спасение». Вот такая цитата мне вспомнилась. Хорошо. Итак. Проблемы слышания. Мы не кушаем, мы не питаемся и мы не растем. Будете больше кушать, питаться. Если… Что ребенку делать? Кушай. Кушай и грейся. Вот. И если ребенок кушает достаточно много, то тогда происходит духовный рост. Если ребенок кушает. Когда мы говорим о еде, это должно стать ежедневной, постоянной. Помнишь, Иисус Навин 1.8. Да. «Да не отходится я книга закона от уст твоих, но научайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда… Тогда ты будешь успешный во всех своих путях». Аллилуйя. То есть вот обучайся в день и ночь. Бери и принимай. Вопрос ночных приемов Слова Божьего. Ночного потребления Слова Божьего. Ночного изучения Слова Божьего. Когда ночью… Почему ночью? Вот это интересный момент. Ночью-то вообще господствует тьма, да? И вот когда ты ночью просыпаешься, нам необходимо просыпаться со Словом. Давид говорит, что Слово Божье – это светильник ноги моей и свет стези моей. То есть наличие Слова Божьего, оно будет всегда освещать наше направление и наше хождение с Господом, в котором все мы так нуждаемся. Поэтому, когда мы вот сейчас говорили из книги Иисуса Навина, я думаю, что мы понимаем, что… Знаете, мне однажды пришлось столкнуться с такой ситуацией, когда мне один человек сказал, ну все, я теперь больше ничем в этой жизни заниматься не буду. Я понял, мне нужно только целыми днями и ночами читать Священное Писание, читать Слово Божье. И это как некая крайность, которую иногда человек может занять. Я бы на это немножко посмотрел, ну как-то более поглубже. Это не говорит о том, что нам теперь вот только целыми днями читать и ночами читать. Это говорит о том, что в нашей жизни должно быть время. Время, посвященное изучению Священного Писания. Время, которое мы должны проводить со Словом Божьим. Но также есть и некая ответственность, если ты мужчина, если ты муж в доме, если ты отец в семье, ты должен не забывать об этой ответственности, которую Бог тебе наделил, и это твоя ответственность. И через Священное Писание, с которым ты соприкасаешься, ты как раз таки и научаешься, как тебе быть мужем, как тебе быть отцом и как тебе нести эту ответственность. Я бы так сказал, многие в испуге, что нужно читать постоянно. Иисус Навин, которого мы сейчас процитировали 1.8, написано, что «Да не отходит вся книга закона не от глаз, а от уст твоих». Да. Многие делают большую ошибку, что они только Библию смотрят. Не сказано «Да не отходит книга от глаз», сказано «Не отходит от уст твоих» в том моменте. В другом месте есть, что перед глазами слова, это должно быть 100%, но когда сказано «Да не отходит вся книга закона от уст твоих», это потрясающее ободрение или потрясающее слово, что это Писание должно быть в наших устах. У многих оно только в глазах. Если ты только смотришь Библию, но не говоришь ее, ты делаешь очень опасную вещь. Библия не оживает для тебя. Она становится всего лишь справочником. Она становится всего лишь источником информации, правильно, чтения, чтива. Это не становится, ну давайте так скажем, не становится стилю твоей жизни. Когда же ты проговариваешь снова и снова и снова и снова, ты говоришь, говоришь, говоришь слово. Слово становится частью тебя. Да. Я когда что-то говорю, это становится частью меня. Когда, скажем, вот я, смотрите, вот оно попадает сюда, вот я читаю стих, и дальше оно переваривается и должно выйти. Если оно не прошло через меня, оно не стало частью меня. Если вы хотите, чтобы слово стало частью вас, пропускайте его. Глазами читаем, внутри запоминаем, языком говорим. Пропуск через себя слово, пропуск входит и выходит. Ангелы спускаются и поднимаются на небо. Вход, выход. Правило трех П. У нас для пищи есть вход, выход. Что за правило трех П? Принял, переварил, передал. Да. Вот это четкое, то есть ты когда принял, переварил, отдал. Это, это и есть христианство. Мы говорим об основах, как слышать голос Божий. Многие люди, многие годы спустя не могут понять, о чем Бог говорит с ними. Они не могут уразуметь, а что Бог хочет для моей жизни. Какие вещи Бог приготовил для меня. Что? Здесь мы подходим к водительству. Все водимы Духом Божьим, суть цены Божьей. Вводимся ли мы Духом Божьим? Как водиться Духом Божьим? Как Дух Божий водит нас? Как Он направляет нас? Многие водятся нуждой. Знаешь, Вадим, вот нужда. Сынок, работай. Трудно на земле жить. Вот тебе кувалда, вот тебе руль, вот тебе, я не знаю что, ручка. Вот тебе компьютер. Работай. Скальпель или чем еще люди работают. Кисточка, работай. Чтобы нужда не пришла в дом твой. И многие в жизни делают выборы, чтобы только нужда не пришла. Сделают все, чтобы нужда не пришла. И они всю жизнь где-то под спудно, они не руководствуются волей Божией. Они руководствуются страхом перед нуждой. Вот это такая великая, мега штука стоит, такая лохмато, вонючая, здоровая, жирная, мерзкая. Если она зайдет тебе в дом, все, она потом уже оттуда не выйдет. И все только говорят, чур не меня, чур не меня. И рассказывают друг другу жуткие истории, как люди все потеряли, и все разорились, и как все по миру пошли. И этот испуг перед нуждой, люди продолжают, живут в страхе перед нуждой, в отчаянии перед нуждой. И они думают, о, лишь бы нужда не пришла ко мне, лишь бы нужда не пришла. И руководствуются. Когда мы говорим, что мы Вадимы и Духом Божиим. Хорошо, хорошо, Вадим. Меня Вадим. Вадим. Вадим мы и Духом Божиим, суть сыны Божиим. Кем ты водишься, Вадик? Вадим. Кем ты водишься? С кем поведешься, да? То есть, когда мы говорим о водительстве, необходимо принимать от него импульсы. Необходимо принимать от него слово, необходимо принимать от него доправление. Необходимо принимать от него обучение. Необходимо принимать от того, что Бог приготовил для тебя. Необходимо локаторы настроить. Водительство – это некое решение, которое ты принимаешь в своей жизни. Потому что, ну, если этого решения не будет принято, тогда очень сложно тебе будет быть в числе тех, кто слышит голос Божий и кто исполняет его. То есть для меня еще очень важный момент в духовном водительстве – это состояние сердца, потому что если наше сердце не будет открыто, оно не будет доступно, оно не будет открыто для Божьего присутствия и для Божьего водительства, тогда мы не способны будем слышать, мы не способны будем слышать, мы не способны будем исполнять. Знаешь, Максим, еще такой интересный момент я сейчас вспомнил про то, как слышать голос и как быть Вадимом, Духом Божиим. Я вспомнил ситуацию с Самуилом, помнишь, когда его мама отдала в храм и когда вот он первый, да, у него был такой опыт, который он переживал в своей жизни. И вы знаете, там такая интересная история, он услышал что-то новое для себя, он столкнулся с чем-то, с чем он раньше никогда не соприкасался, он не знал, как на это реагировать и помните, да, он побежал к священнику Килле. То есть есть что-то очень интересное в том, когда мы также обращаемся к старшим служителям, к пастырам, к людям, которые имеют некий опыт уже хождения с Богом, для того, чтобы получить некое разъяснение, наставление, получить некий урок, как слышать голос Божий и как себя вести, когда голос Божий говорит в твою жизнь. И мы помним из истории, что Илья сначала и сам-то как-то не понял, что происходит, но потом уже он ему дал наставление, он ему сказал этому молодому мальчику, парню, там ему лет 12 было, как себя вести. И это послужило хорошим таким толчком для начала построения отношений между Богом и Елисеем, что является для нас очень хорошим примером. То есть одним из таких вот сопутствующих каких-то элементов в нашем хождении с Господом нам нужны взаимоотношения, нам нужно быть вот в этом моменте взаимоотношений и прислушиваться к старшим пастырам и быть готовыми реагировать. Люди, которые слышат Бога и кто могут научить нас слышать Бога и различать. Опять, когда ребенок приходит, а что это значит? Да, что это такое? А что такое? А что это такое? И есть любознательные дети, которые все время спрашивают, а что это такое? Период «почемучек». Да, почему, а почему, а почему, а что это, а почему? И вот до тех пор, пока вот этот «а что это?» и «почему это?» и «от чего это работает в жизни человека», он может научиться. Но опять, если рядом есть люди, которые слышат Бога, это очень важный момент, если рядом в вашем окружении люди, которые Бога слышат, очень много людей, которые изображают, что они слышат Бога или они не общаются с Богом и они рассуждают о духовных вещах, о духовной материи, о том, что, как, чему, как это все должно быть. Но! Они не знают Бога, они знают доктрины, теологию, они знают концепции, мировоззрение, они знают теологию, кто во что верит, но они не знают Бога. Послушайте, они не знают Бога, они не знают, что Бог говорит. И в этот момент возникает вопрос, тебе кто-то пытается истолковать то, что говорит иностранец, не зная иностранного языка? То есть, когда вот такие толкователи очень, Вадим, опасные, когда они пытаются, Библия называется, слепой слепого поведет, они начинают толковать, они начинают говорить, вот это значит вот это, а это вот это. И подчас такую чушь говорят, что, ну, люди попадают в очень сети ловца. Много коварных людей, которые хотят использовать вас, говоря, что они знают, что сказал Бог. Есть большой, ну, как бы, процент вероятности манипуляций. Знаешь, вот мне иногда, ну, я иногда сталкиваюсь с такими ситуациями, когда кто-то тебе говорит, так сказал Господь, или мне это Бог сказал. И получается, ты как бы остаешься, вот, ну, уже все, ну, безоружным. Потому что, ну, раз человеку сказал Бог, значит, любой какой-то аргумент или любая попытка с твоей стороны как-то его подкорректировать, или что-то ему подсказать, или как-то его направить, она уже теряет всякий смысл и теряет всякую силу, потому что все, человеку сказал Бог, и это, на мой взгляд, очень большая ответственность, ну, как-то вот делать такие заявления. И вот это говорить, мне Бог сказал, мне Бог сказал, очень подвергается, первое, особому осуждению. Если кто добавит или прибавит к тому, что сказал Бог, на небесах с тобою разберутся. Очень четко. Если ты любитель, мне сказал Бог, мне сказал Бог, мне сказал Бог, это такая чушь. Я как про того пастора рассказывал, который сказал, что Бог ему сказал купить автобус, а через месяц я его спрашиваю, ну, где автобус? Он говорит, Бог сказал не покупать автобус. И у меня возник вопрос, так Бог что, цену узнал? А Кастапасов сходил и узнал цену? Он хотел купить вопрос, у него было желание купить автобус, денег столько не было. Он пришел договариваться о покупке автобуса, денег нету, ему сказать, цена такая-то, он почистал затылок, и Бог, в кавычках Бог, ему сказал, денег-то у нас нет с тобой. Поэтому вопрос, когда сказал Бог, если Бог сказал, я думаю, должен быть какой-то трепет и уважение. Многие бросаются словами, мне сказал Бог. Если человек в течение дня говорит несколько раз, мне сказал Бог, я посоветую вам, дистанцируйтесь. Реально, даже если это супер пастор, если он постоянно говорит, мне сказал Бог, мне сказал Бог, мне сказал Бог. Бог не попугай, чтобы на каждом углу что-нибудь говорить. Если Бог сказал Ною, он потом сто лет умолчал, пока тот не построил эту лодку. Потом Бог сказал, зайди в лодку, и опять еще год промолчал. Сколько они плавали, 100 дней или сколько? Сорок. Нет. Ну, сначала сорок, потом начало сорок. Да? Я что-то забыл, сколько они плавали. Ну, короче, и потом, вот вопрос, как сказал Бог, когда Ной голубя отправил, ворону отправил, да? Да. Он отправил, вот это пример такой, из штормовой лодки отправляет за словом, за подтверждением. Отправляет голубя, чтобы принести весть. Иногда ворона, по-моему, вернулась без беседы, да? Да. Потом голубя отправил, и голубь прилетел с оливковой ветви. То есть, что сказал Бог? Да Бог через эту оливковую ветвь, или какая там ветвь была, Он говорит так много и так потрясающе. Бог может говорить. Но, если тебе каждые пять минут, Бог не сказал вот это. Многие люди свои желания выдают за Божьим. Да. То есть, я хочу вот это. Ой, Бог мне сказал, купи часы. Бог сказал, купи часы. Стоп. Ты Бог? Твое желание божественное? Или по Божьему велению, по моему хотению? Или что это? Многие хотят свои желания, а здесь... Выдавать, да. Слово Божие. И здесь нужно быть очень осторожным, потому что ничего нет плохого в наших желаниях. И Господь вкладывает желания в наши сердца. И это нормально, когда мы что-то желаем, когда мы к чему-то стремимся. Я думаю, опасность в другом. Когда мы каждое свое желание начинаем как-то оборачивать, да, вот в эту обертку, что мне так сказал Бог, или меня Бог туда повел, или меня Бог сюда привел. И если это на самом деле сказал Бог, ну, тогда, конечно. Но когда, знаете, как мне один знакомый сказал, слушай, я говорю, а ты же вот, ну, как-то мы там с ним пересекались. Он говорит, да вот меня Бог туда привел, то меня Бог сюда привел, то меня Бог туда увел. Я потом спрашиваю, ну, а как сейчас у тебя, как жизнь? Он говорит, знаешь, меня что-то Бог запутал в последнее время. Я думаю, ну, надо же, как интересно, что ж там такое происходит, что тебя сам Бог запутал. Поэтому, чтобы нам не запутаться, нам нужно быть очень аккуратными и очень внимательными к тому, что происходит в нашем сердце. Четко разделять. И я думаю, через нашу близость, ведь ты же на самом деле, имея свои личные такие близкие отношения с Богом, ты-то сам-то знаешь, где желание твоего сердца, а где, ну, то, к чему Бог тебя призывает или то, что Бог говорит тебе сделать. Потому что даже тогда, когда мы молимся и просим о том, чтобы Бог что-то проговорил в наше сердце или проговорил в нашу жизнь, мы тоже должны быть готовы к тому, что это не всегда будет так, как мы себе это представляем или как мы себе это видим или как нам это хочется. Если мы в этом случае подчиняем свою волю, воле Божией, нам нужно быть готовыми к тому, что иногда Бог может сказать так или, ну, вложить в наше сердце такое состояние или такое желание, о котором мы даже подумать не могли. И может возникнуть вопрос вообще, а готовы ли мы к тому, чтобы услышать голос Божий. Вот еще одна тема, которую, я думаю, есть смысл нам затронуть, потому что мы говорим о том, что мы хотим слышать голос. А готовы ли мы и повиноваться потом воле Божией. Вот Родион Пещеряков, пастор, пишет, что таких с автобусами, говорит, вокруг море, которые просто ходят и говорят, Бог не сказал купить, потом продать. Вообще, людям интересно, манипуляция, манипуляция, это сегодня манипулирование, один из таких самых бичей христианства. То есть, когда кто-то начинает на свои желания с целью добиться. Вы знаете, как вот депутаты перед выборами, они все, что угодно тебе скажут. Они все тебе скажут. Только одно, лишь бы добиться твоего согласия, твоего голоса, лишь бы добиться твоего решения. И вот в христианстве проходимцев появилось столько много, которые говорят, что Бог мне сказал. И как бы, если бы Бог сказал, ты кто, ты что, не повинуешься манипулирования. То есть, давайте так, я хочу, чтобы, например, что-то совершилось. И я, доброе дело, например, я, например, хочу кормить голодных. Прихожу к Вадиму и говорю, Вадим, Бог мне сказал, что мы с тобою будем кормить голодных. Что ты будешь оплачивать, а я буду возить еду. Я буду ее покупать, а ты будешь ее раздавать. Да. Вот, это просто от Бога воля Божия. Это не совсем так. Бог вложил в мое сердце желание кормить голодных. Теперь я, мое желание, Бог-то имел в виду, что я сам раскочешелюсь. Но я ищу кого-нибудь, кто поддержит это желание. И у Вадима еще нет желания, нету слова, нету ничего. Но я уже авансом ему посылаю Божие Слово. Господь тебе говорит, чтобы ты дал денег и еду я купил и раздавал. Аллилуйя! Какое присутствие здесь. Это манипуляция. То есть, в принципе, это доброе дело. Ладно, еще другое бывает. Ко мне один чудик пришел. Я помню, лет 20 мы еще в детском садике были. На Айшабиби. Там офис. И приходит какой-то чудик. Такой, видать, он 50-ник такой. Молодой. Приехал какой-то. Говорит. Так говорит Господь. Подошел ко мне. Я говорю, Господь говорит? Я говорю, где он говорит? Я говорю голосом Господа. Я пророк его. Тебе Господь говорит сегодня. И на меня смотрит так. Прими этого раба себе домой. Я говорю, так, корми его и дай наличных денег. Так говорит Господь. Ты послушался голоса Божьего. Я сказал, знаешь, говорю, я поговорю с Богом. У нас прямая связь. Если он что-нибудь скажет, я скажу тебе. Хорошо? Он говорит, ну ты, а где ты меня найдешь? Я говорю, ну если Бог скажет, я найду тебя. Бог знает, где ты будешь находиться. Да. Ой. И вот манипулирование, то есть использование. Многие люди представляются. Я прошу вас быть трезвыми. Когда кто-то представляется и говорит, так сказал Господь, сразу же фильтр включай. Вот такой фильтр. Давай проверим, что Господь тебе говорит. Потому что очень часто люди выдают говорением свое желание за волю Божию. И они натягивают, натягивают, натягивают. И они убеждают. Они словами многими, многими, многими словами внедряют в сознание тебе, что это так и должно быть. Во-первых, Бог хотел сказать, Он написал. Да. И сказал Бог Моисею. Десять заповедей. Что Он дал? Ему каменные скрижали. И сказал Господь, запиши. Такое место Писания есть. Запиши ясно, чтобы сделай по тому образу. Да, это вакуум он сказал. И там запиши, чтобы читаешь и легко мог понять. Вообще, когда Бог говорит, Он сразу же фиксирует. Да. И теперь, если мы хотим сверить то, что кто-то к нам приходит, говорит, Бог сказал. Но, если это не отходит отзвук в слове, если это не находит отзвук в твоих отношениях с Богом, не принимай это. Оставь на потом, помолись. Возьми время. Не нужно. Быстрее, быстрее, быстрее. Некоторые накачивают, так знаешь, атмосферу. Что? Я был на одной конференции. Это такое, знаешь, очевидное манипулирование. О, здесь такое присутствие Божие. Здесь такое присутствие Божие. Кто-то кричит там на сцене. Если вы сейчас чувствуете атмосферу, вы чувствуете атмосферу. Сейчас, сейчас Бог хочет, чтобы вы пожертвовали тысячу долларов. Прямо в эту минуту. Вот сейчас, если вы хотите сейчас урожай получить. Люди, если вот сейчас здесь и такое ощущение создается, что здесь что-то происходит. И ты как дурень, не знаешь, что происходит. Но если ты сейчас выйдешь вперед, положишь на жертвенник, на жертвенник слова из Библии. И положили жертву, и сошел огонь. И огонь сойдет в твою жизнь. Неси, неси. Вот эти вот, и люди попадают в такую атмосферу. Это манипулятивная выжимка денег. Они подтасовывают волю Божию, атмосферу, словами. И создают впечатление. Создают впечатление, что вот сейчас что-то происходит. Если в твоем сердце, читая Писание, это для тех людей, которые Библию не читают, это очень легко их совратить с путей. Очень легко. Да. Совратить с путей, на выживку сделать. Мы с Ларисой много лет назад завели конверты. Десятина, приношения, бедные. И для пастырей, благословения, мы вот так несколько конвертов завели. И постоянно складываем туда финансы. Кто бы сколько ни кричал. Вы знаете, вот как сегодня люди пытаются сманипулировать, например, сказать, вот пожертвуйте, пожертвуйте, пожертвуйте. У нас есть конверт десятины, есть конверт приношения, есть конверт для бедных, для Сианелла, для пастырей. Мы туда складываем, ну скажем, 10 процентов, сюда еще что-то. Мы складываем до денежки. И мы жертвуем из конвертов. Вот сколько ты ни кричи, ни убеждай меня, что мне нужно дать побольше. У меня есть, Бог не сказал дай побольше, он сказал дай десятины приношения. И это не так, что давайте, 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 сейчас, сейчас, минута, секунду, жертвуй сейчас. Нет. Я десятину отношу, есть приношения. То есть общая сложность, это 15, ну может быть чуть больше, 18 процентов мы жертвуем. И Бог благодарен и благословляет за это. Не спонтанность. Многие люди спонтанно, сейчас я пожертвую, Бог сказал, сейчас надо жертвовать. Бог сказал, принесите десятину. Это не вот так сейчас. Вот сейчас, 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 давай десятину, давай. Нет, я ношу десятину уже 20 лет. Бог не игровой автомат. Если сейчас ты положишь, бросишь сюда, дернешь за ручку, помолишься, зажмешь глаза, Господь, дынь, цифра один, дынь, цифра два и ци, дынь, ра, аллилуйя. Бинго. Бинго. Бог дал ответ. Бог так не работает. Царство Божие подобно тому, как вышел святитель, и посадил семя, и растет это. Поэтому мы предостерегаем вас, чтобы вы не оказались в зоне обманутости, чтобы кто-то вас не обманул. Да, и это очень важно. И я думаю, через наше личное отношение с Богом, ты будешь иметь вот этот вот некий фильтр внутри себя, и некое вот это чувствование, подтверждение. Но я также, Максим, если позволишь, несколько слов хочу сказать. Все равно есть, ну, как бы, какие-то импульсы для того, чтобы совершать какую-то особенную жертву. И я думаю, ну, каждый в той или иной степени через это проходил. Но это не обязательно происходит вот так вот как-то массово или как-то ярко. Есть какие-то толчки, которые Господь уже в твоих личных отношениях с Богом совершает. Я думаю, если ты слышишь со сцены слова, сейчас это тот момент, когда нужно принести тысячу долларов. Я не про сцену, я про личную. Мне не нравится, когда говорят, вот 10 человек нам нужно, которые принесут по тысяче долларов. Мне кажется, это манипуляция. Ну, там тогда можно проще сказать. Люди, нам нужны деньги. Давайте как-то вот решим вот этот вопрос. Во! Во! Почему бы не сказать правду? Да, помнишь, как вот у нас были какие-то ситуации? На камеру нам надо было еще что-то. Почему бы не сказать правду? Люди, нужны деньги. Пожалуйста, пожертвуйте. Не нужно говорить, Бог сейчас говорит, что здесь есть 10 человек, которые принесут по тысяче долларов. Зачем? Это манипуляция. Это как бы человек стоит и думает, ну, наверное, надо выйти. Знаешь, если бы в церквях приносили десятины, то вот таких бы нужд не было бы. Поэтому, ну, не знаю, не будьте детьми умом. Говори просто. Вы знаете, когда мы говорим о том, чтобы нам слышать Бога, нам нужно понимать, что если мы хотим на самом деле слышать Его голос, нам нужно быть очень внимательны к Его слову. Ведь все, что Он уже хотел нам сказать, Он сказал нам через свое слово. И когда мы изучаем Его слово, и когда мы помещаем Слово Божье внутрь своего сердца, оно будет оживотворять нас и будет говорить нам. Поэтому, когда мы понимаем ценность нашего взаимоотношения с Богом через Его слово, мы будем видеть, как Божья работа будет совершаться в наших жизнях, в наших домах, в наших семьях. Вы знаете, такой очень, ну, для меня очень тоже важный момент, чтобы мы, как родители, были очень внимательны к тому, как мы воспитываем своих детей, и как мы вкладываем в их сердца вот эту потребность во взаимоотношениях с Богом. Вы знаете, вот я сейчас ращу детей, как бы я еще в таком... Максим, он уже почти их вырастил, у него там такие красавцы, что я пока еще... Капаны! Это ты их можешь так назвать. Но я пока еще пребываю в этом процессе, когда я еще и взращиваю своих детей. И я вижу, что вот, ну, как бы на примере моего сына, что ему нужен пример. То есть он очень внимательно наблюдает за тем, как я себя веду, как я поступаю, как я делаю. И когда мы с ним соприкасаемся с моментом... Я говорю, Маркуша, сынок, ты когда-нибудь слышал, как Бог говорит в твою жизнь, в твое сердце? Он говорит, нет, а как он, говорит, может мне сказать? Я говорю, Марк, одно из таких важных направлений, как он может сказать, через Священное Писание, через Библию, через Слово. И мы с ним начинаем читать, мы начинаем с ним как-то изучать, мы начинаем открывать для себя Слово и понимать, что через это Слово он может говорить в наши сердца и в нашей жизни. Поэтому я ободряю в очередной раз, чтобы мы были внимательны к Слову Божьему. И когда мы будем наполняться Его Словом, нам будет легче реагировать на все то, что происходит вокруг нас. Хотя очень много сейчас происходит такого насыщенного и интересного. Но Слово Божие, оно как преграда, как некий фильтр будет предостерегать нас, будет ободрять, будет вдохновлять и будет помогать нам в нашем хождении с Богом и в нашей способности слышать голос Божий. Слава Господу, драгоценные мои. Давайте мы, вот я сейчас смотрю, там столько записей идет, столько, вообще тема очень важная, как слышать голос Божий. И научить детей, научиться самому и слушать голос Господа. Если, вообще в Старый Завет, как бы можно, вот закон, если будешь слушать. Второе, слышать. В общем, там слушать и исполнять. Там как-то сразу вот... Одно дело слушать, другое услышать. Да. То есть можно слушать, но не слышать. Помнишь, притча о сеятеле, я помню, как много лет назад я проповедовал, я такую закономерность увидел, что одни слушают, другие слышат, а третий услышат. Одни услышали, другие слышали, а те слушают. То есть там есть, если посмотрите это местописание про поля, про почвы, вы увидите, как они по-разному воспринимают. Дальше написано, имеющий уши слышит, да слышит. Имеющий услышит, да слышит. Слушайте, наблюдайте, что слышите. Вот так было еще. Наблюдайте, что слышите. Какую меру принимаете, мерите, такое отмерено будет вам слушающим. Там так многие люди отрезали слово слышать и говорят, какую меру меряешь, такое отмерено будет тебе. А там сказано, наблюдайте, что слушаете. И какую меру меряете, когда слушаешь, такую меру и тебе будет отмерено слушающим. Очень нужно внимательно. Нужно научиться слышать голос Божий. Нужно научиться слышать, что Бог говорит. Нужно научиться воспринимать. И опять, ребенок при рождении, он не способен понимать, он не способен на резерве, он не способен повиноваться и действовать. Возникает вопрос, что нужно делать. Опять слово. Питайся словом. Когда мне говорят, как вы учите английский язык, погрузись в слово. Знаешь, я пришел, когда учил английский язык, в институт, там мы с Ларисой вместе ходили, и мне было очень сложно. Я немецкий в школе учил, мне было очень сложно, я был очень плохо. И учительница против меня, и самым плохим студентом говорит, ты что, как Максим Максимов? Интересно. Да, если бы она послушала меня сейчас. Но она говорила такие слова, но очень неприятные. И ты знаешь, что я ничего не выучил в институте, там вечерние курсы были. Но прошло время, прошло время, и я обратился в общение. Приехал из Канады, из Новой Зеландии, из разных стран стали приезжать иностранцы. Я стал с ними много проводить время, погрузился в окружение, в язык. И по мере того, как я окружил себя этими людьми, носителем языка, я стал имитировать. Как ребенок, как мой ребенок, он попадает в окружение русскоязычных, и он слушает слова и впитывает. Люди, я прошу вас, попадите в окружение Божьего Слова. Поэтому вы здесь, в Доме Веры, должны быть каждый Божий день. Вам нужно быть здесь каждый Божий день. Мы каждый день приходим к вам и говорим к вам вот эти истины, для того, чтобы вы научились воспринимать, понимать, слышать Божье Слово. Аминь, драгоценные. Пастор, у нас время подходит к концу. Давай помолимся за этот народ. Отец Бог, мы благословляем Твоим святым именем каждое сердце и каждую жизнь. Просим тебя, Господь, научай наслышать голос Твой. Господь, обрезай наши сердца. Помоги, чтобы наши сердца были внимательны к Твоему Слову. Помоги нам быть счастливы тех, кто не просто слышит и забывает, но слышит и исполняет Твое Слово. Пусть Твое благословение пребудет в каждом сердце, в каждой жизни. Мы хотим иметь это водительство в наших сердцах. Потому что Твое Слово говорит, что водимые Духом Божьим нарекутся детьми Божьими. И мы нуждаемся в этом руководстве и просим тебя, благослови нас во имя Иисуса Христа. Господь, я также присоединюсь к этой молитве. Я молюсь за каждого человека. Я молюсь Божьим. Аллилуйя. Благослови, Господь. Каждого, каждого человека. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь. Да направит вас Господь. Да поддержит вас Господь. Да благословит вас Господь. Пускай Бог наполнит ваши жизни. Пускай Бог сокрушит дьяволами. И пускай Слово Божие обильно вселяется в ваши сердца. Пускай благодать Божия наполняет вас. Во имя Иисуса Христа. я благословляю именем Иисуса Христа, да пребудет с вами Господь, да коснется вас, да с моим Иисусом Христа мы молимся, чтобы Слово Божье приходило к вам, чтобы оно растворялось верою, благословляем вас во имя Иисуса Христа, да благословить тебя Господь и сохранить тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шею. Шалом, мир, радость, благословение, мира, радости, любви, крепко держимся за Господь, во имя Отца и Святого Духа, аминь, аминь, драгоценный сегодня с вами был Максим Максимов и Вадим Мартынов, любим вас ценим, Володя Шмидт там у нас вышел, приветствуем тебя, люди пишут комментарии, драгоценные, вас столько много, все пишут, завтра мы встречаемся в то же самое время, что и сейчас, теперь, Родион пишет, Татьяна Среги пишет, ой слушай, здесь столько сообщений к нам идет, я даже не успеваю их проматывать, оно у меня все выскакивает, Родион написал, что тема интереснейшая, тема потрясающая, ну что ж, я думаю, что мы завтра готовы продолжить эту тему и завтра готовы говорить больше, пусть Бог благословит вас всем, 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 огромные приветствия, завтра мы продолжаем говорить на тему, не подвергайтесь манипуляции, если вас кто-то хочет надурить, обмануть, если кто-то хочет вас подставить, использовать вас, не будьте глупы, детей легко обмануть, но не нас взрослых, к последние 50 секунд хочу сказать, спасибо вам за партнерство, за участие, если Бог говорит вам поддерживать нас, поспросите у Бога, я хочу сказать, что Бог вам сказал, но не скажу, я хочу сказать, что Бог дал мне задание делать телеканал, и Бог мне показал, что у меня будут партнеры, я благодарю всех тех, кто поддержит меня, благодарю вас за Бога, за вас, и за десятины, за приношение, за все, что вы делаете для телеканала Зима, да пребудет с вами Господь, да благословит вас Господь, да направит вас, спасибо вам, спасибо Богу за вашу щедрость, спасибо и я благословляю вас во имя Иисуса Христа, аминь, будьте благословены. Будьте благословены. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди, спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok